Беларусь Добрый день! Знаете, годы-два тому, когда мы с жартом, с одним моим знакомым, белорусом, думали, как бы сейчас на львовке параллели провести между белорусским восприятием Всю Свету, белорусским восприятием Советных Падей и книгами Толкина. Украину начали называть войсковцами ДНР и ЛНР, так же российских оккупантов, орками. И вот мы думали, какой параллель можно провести между персонажами Толкина, белорусами Лодора Перстенков и белорусами. Ну, думали, что я скажу недавно. Потому что амач, что одразу, народилась проверка. Хоббиты. Что такое хоббиты? Тут пытание не у померы, не у иншим. Пытание воспринимать всю Свету. Когда правоукраинцы скажут, что вещественно воспринимают всю Свету, как глобус Украины, в Беларуси нет. В Беларуси глобус никто не молит. Беларуси между цивилизацией заканчиваются Занней Республикой Беларусь. То есть все, что навокал, и оно не имеет никакой роли в сравнении с тем, что происходит в Беларуси. Ну, я, например, люблю приводить приклад, когда на испытании одна из ЗБТ, когда были уступные испытания по громадству державы и праву. Когда будущие студенты запытались, какие глобальные проблемы существуют. Если вы видите. Девчонка подумала и сказала. Уборка зерновых Литебской области. То есть, разумеете, вот такая местечковость, вот такая обмеженность, она, это то, что занимает развиваться в Беларуси, и это то, что периодичный опрыл в самых анекдотичных формах. То есть на этом они подходят до очень-очень важных тем. Литерально на этот день, именно 3-го вересня, на портале Тутбай выходит частка интервью министра замерзанных справ Республики Беларусь, пана Макея. Названо «Владимир Макея об ужасных путешествиях во Дворце Республики». И чему присвящена большая частка этого артикула? Набор присвящен отказом министра замерзанных справ Украины на пытание журналиста про то, чему пан Оланд, Франсуа Оланд, это был икероник Франции, чему он в книге своих мемуаров называл канапки, которые подавали удельникам перемога в 2015 году Палац Республики несмачными же хлебами, чему он назвал кресла незручными, и чему он назвал Палац бездушными. И вот тут первое, что меня шоковало. Я прошу пробачения. Интервью брала достаточно известная журналистка, достаточно известного выдания. И она брала интервью у министра замерзанных справ. Эксклюзивно. То есть такая нагода, она выпадает не каждый день. И можно было запытаться про заученность Беларуси в глобальном процессе, про то, как держава будет справиться субъектом международной политики, не объектом. Что происходит на шляху до субъектности, относительно с соседями, игра на суперечностях соседей, выход из конфликтной ситуации. Ну, по великим рахункам, много чего. Важно, проблема выхода на рынки Африки, где очень интересные процессы, в этом случае за уделом Шеймана отбываются. Но у журналистки хапило розуму запытаться про Канадки. Чему Франсуа Аланде назвал их несмачными? Он сказал, что это спроба покрытия Беларуси. Господа. Первое. Давайте покушать, что почнем про Аланде. Франсуа Аланде был главник Франции. Как вы помните, свобода слова – это одна из постовых вещей, на которых держится французская державность. И то, что в своих мемуарах написал президент Франции, это дробь и по французских мерках свыше корректно. Потому что тем, кто не верит, почитайте французскую прессу. Поглядите, с какими карикатурами выходят французские авторичные часописы. У Франции достаточно часто выходят мемуары, которые очень тяжело вылучают мемуары, становятся секретными. Таким грешат и были дарации по обеспечению французских президентов, и были офицеры французско-замежного региона, которые просто открытым текстом рассказывают, откуда растут в уши у державных переворотов широких африканских районов, которые были французскими колониями. И те люди достаточно цинично скажут про политическую кухню. Это иншая система координат. По великому рахунку у нормальной державы, ты разумеешь, что иншая держава на живее у межих своих каштонностей, это нормально. А люди в Беларуси? Хабитания, блин. Канапки не сподобались. Вот, разумеете, бульбарин наш не сподобался, там еще что-то, и сало не сподобалось. И журналистка, вместо того, чтобы задать важные вопросы для любого нормального, адекватного человека, она задает вопросы, которые в ее системе координат являются свыше важными. Почему у нас несмажные канапки и почему у нас незручные кресла? Твою ж мать, хабит. Ладно, идем дальше. Окей, журналистка написала, бывает разного уровня журналистов, но это вопрос пропускает редактор. Наступное. На это пытание попробует сказать пан Маги. И вот тут вот мы потрапляем еще одну пастку хабитания. Что такое для нас Палац Республики? Палац Республики это, назовем так, идея фикс, это такой фетиш нашего самого головного беларуса. Папы Коли, Александра Горьевича Лукашенко. Отповедно, отпустить что-то, если это пытание просто пропустить, когда оно задательно, ни один чиновник уже не наваривается, он будет отказывать. Но тут вот отрабатывается новое проявление стычковости человека, которые, в принципе, сдольны на существенные мысли. Не Маги и сдольны на существенные мысли. Что делать? Он в горших традициях совкового чиновника середнего звена, и он начинает оправдоваться. Что мы говорим, и покойник той, и канапки, что там, и начинает извини сказать про тое, какое меню было приготовлено на этот день. Я прошу про обращение, господарство. Министр замечен справа. Майя текает, какое было меню у Палацы Республики на Перамовах? Это не его на узрове. И отказывающий так, Макей просто, ну как бы вам сказать, и он принижал сам себе. По великому рахунку, такие интервью далее вычитываются. По идее, такое интервью должно быть, скажем так, снято на моменте вычитки помощников Маке. Но, тут и снова такие долбаные обитания. Потому что, снять такое питание никто же не наваживается. Боже, это же наш ответ Чемберлену, это же наш отказ на обиноватывание в неякостном обслуговании у святых и святых, в доме, который сбудовал сам Александр Ягорович. Ай-яй-яй! И выннику выглядают, как это все комично, как это выглядают, все соправды, как шоу. Это выглядая, ну, я не веду, настолько абсурдно, что долей сказать не мальчику. Ну и наращивали сами отказы. И снова такие, я больше не помню, что такие интервью вычиты. С тем, каким выглядели, его пропустили. Это такая, на мою думку, помылка пиарщика министерства, что долей сказать не мальчику. И так, отказ министра. Не было устриц лягушащих лапок голубей, может поэтому господину Ланду не понравилось. Господарство! Это ж, такое падение, это узрование стереотипов, такое вот, такая, вот то, что в российском море называют мелочность, такая, такая дробность натуры. Ну, не все французы кушают устриц лягушащие лапки. Не все. Ау! Ау! Гейл! Есть такая, великая колькасть, и еще, страва французской кухни. А лягушащие лапки относятся до высокой кухни. Алинея, мы это даем, потому что, среднестатистический белорус, вот этот жихархобитаний, для его французов, это лягушатники. Блин, хлопцы, ну за такое, это... Разумеете? Алранд, мая право на свое меркование. Вот мне сейчас скажут, но он же про нас сказал, я просто. Он сказал, что для него было не смачно, это его меркование, он мая право на его меркование. Он говорит, что с чем он мая право, и чем он мая право писать в своих вспоминках, потому что, прошу порабочения, на мапе света Франция покушает глобальный гулец. Не просто субъект, а глобальный гулец. А Беларусь покушает объект, потому что за субъектность надо только с пробой бороться. И в этом, как раз таки, это ключевая разница между двумя державами. Поэтому Алранд не мог право. Иначе, когда навык пять французов, что он делает? Он смеется с собой. Вот смех с собой самих, это признак эмоции, это признак субъектности, признак того, что с дольной, умовно кажущей, анализовать. Что? Как можно было отказать на пытание про канапки? Ну, не все, господи, белорусское сало, то, в принципе, что сказал пан Макей. И на этом поставить кровь. Все, дали бы кожа протягнуть за себе. На кон кресла, что-то, я на заниске. коли ласка, мы маем один комичный выпадок, коли Александр Игоревич обыцем бы вытягивал кресла спод Путина. Можно было сказать, что да, хотели прогнуться, подкожно подрехтовали кресла под ягонный рост. И вы памятите, как Лукашенко исправил Путина забрать кресло аудо. Путин не дал. С жартом, дамами жить, а зато подпили себе самих. Безлучный палат республики, то же самое, но ссори, на свой густ. Потому что, это не то из ровни, как можно прокомментировать министр замежества. А либо прокомментировали, а либо на вычетке пропустили. И самое паскудное, что это не зауважили и не наважили себя снять редакторы самого ГВТ. Увы, но, хлопцы, девчата, пани, панови, я говорю, коли мы хотим стать, коли не быть субъектами, коли мы хотим, как наша краина была, сопроводной, могла проводить свою политику, то, ну, блин, пора переставать, пора понять практику, мерить свет лекарными капиталами. Мы не Хоббиты. Для Хоббитов, так, замежем, и запущен, по-моему, девятым дубом, международный свет заканчивается. Существует крышку ширеющей Беларуси. И приборка урожая Витебской области это не есть глобальная проблема существенности. Это больше, что зерновые в Витебской области нарастут. Хреново! Беларусь маленькая краина. Когда мы хотим выжить, когда мы хотим бачить будущее, то прошу про обращение. Мы можем вертеться, как у Жака на пательне. Мы можем находить лазейки у баланса интересов у разных держав, и плетать туда свои. Вот ворот на выпадку Хоббитане заканчивают плохо. Это только у Толкина, это вещь на рай, для маленьких Хоббитов, которые бегают и растят свои колуны. Не будет такого. К тому то, что называется и смех, и грех. Хотели зарабить и клепят, и трамалась их за всюду. Но я уверенность поделюсь, что такие прокопки это просто помылка, какие бывают несчастные. С другой стороны, мы дали нагоду посмеяться с себе, посмеяться со своей зашуренностью, посмеяться со своей обмеженностью всем тем, кто оточивает Беларусь. Гениально! На этом все. Видео сподобалось, лайкайте, расширивайте, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго!